Компьютерные игры, бесконечное времяпрепровождение в социальных сетях и походы в кино, эту молодежь мало интересует. Их главная страсть наука и потратить свои законы и каникулы на нее не жалко. Татьяна, расскажи, пожалуйста, что ты делаешь? В данном опыте мы определяем концентрацию соляной кислоты, она находится в бюретке. Здесь, в колбе, у нас находится раствор карбоната натрия. И когда данный раствор приобретет желтую, оранжевую, точнее, окраску, то мы сможем выяснить концентрацию соляной кислоты. Этих детей действительно можно назвать одаренными. Бесчисленные победы на школьных и региональных олимпиадах, неподдельный интерес к древней науке, химии. Именно такие дети приходят в сезонную школу. Занятия для химиков проводят преподаватели ХГУ в своей лаборатории. В олимпиадах они могут применить эти знания, которые они получили. Если они пойдут после окончания уже высшего учебного заведения работать в лаборатории, то там, конечно же, пригодится умение тетровать. Методом тетрования можно определять жесткость воды, можно определить концентрацию различных веществ, тех же самых продуктов. Провести свои каникулы за партой пожелали в этом году больше 60 детей со всех Акассий. Математиков и физиков набралось 47 человек. Для тех, кому негде остановиться в Абакане, предоставили бесплатное жилье и питание в национальной гимназии. Здесь же в одной из лучших школ республики педагоги проводят физико-математические занятия. Допустим, все, что мы здесь делаем в нашей школе, для нашего класса это полностью нерешаемо. Те, кто все же решил отдохнуть и дать расслабиться на время серым клеткам своего мозга, тоже без дела не остались. Например, в гимназии с утра и до обеда учеников ждет насыщенная программа. Комната релаксации, хоровое пение, вкусные и полезные обеды и, конечно, спортивные мероприятия. Всего в республике до 1 апреля полноценный отдых детям будут обеспечивать 135 пришкольных лагерей. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok